я приветствую всех кто нас смотрит это прямой эфир обозреватель life для телеканала тонис и в ближайшие полчаса в этой студии разговор пойдет о продвижении общественных инициатив об общественных инициативах как таковых ну и не только об этом короче гость студии и на силанте его социально-политический эксперт день добрый то есть записано общественные дети здравствуйте это ну давайте собственно раз вот мы вот начали до с общественных инициатив давайте просто вот попробуем вначале обозначить что попадает в эту категорию что имеется в виду и о чем идет разговор много у нас интересных проектов которые сами люди придумают и создают создают их для помощи людям которые нуждаются в этой помощи например например оздоровительные проекты культуологические проекты которые несут в себе смысл и помощь украине например вот у нас был один из проектов клуб детского плавания это где дети могут бесплатно ходить и заниматься уроками плавания они открывались у нас на речках во время летних каникул для детей дети ходили абсолютно разного социума это были дети у которых и есть родители детки у которых и нету родителей детки из интернатов и переселенцы эта акция у нас началась чем это отличается просто от обычного купания да ну то есть от обычного пляжа отличается с ними заниматься профессиональные тренера а это очень важно это здоровье нации прежде всего отличаются безусловно потому что каждый ребенок 45 минут он не где-то бегает просто подворотни а он занимается уроком плавания с прекрасным тренером где администратор записывает ребенка и дает ему шанс научиться плавать за 10 занятий ребенок уже научиться плавать а это очень важно поэтому у нас будет меньше детей которые тонут в воде знаете вот это вы сказали о том что да нужно внимание уделять здоровью нации безусловно почитав одно из ваших интервью я обратил внимание на то что да вот вы на одну чашу весов ставить здоровье нации ставите поднятие экономики страны и здоровье нации оно перевешивает почему с вашей точки зрения это является является скажем так первоочередной задачей виталий задача очень простая когда здоровый человек у него есть дыхание что-то творить работать здоровый человек он может горы перевернуть и может поднять экономику страны но когда у человека нет здоровья ему уже сложнее правда потому что он будет думать о том где ему какую таблетку купить чтобы убирать эту боль поэтому прежде всего всего для меня для моего мужа это так как он бывший спортсмен бывших спортсменов не бывает это точно это здоровье нации я знаю что 25 лет отдал спорту и он об этом никогда не жалел и он знает внутри что такое развивать спорт что такое быть спортсменом что нужно для украины сделать а я знаю как его супруга что такое быть женой спортсмена вы знаете это как такая болезнь и ты понимаешь как это важно чтобы все дети занимались спортом у меня сын занимался всегда спортом с детства у нас были разные секции но чтобы заниматься спортом безусловно нужно условия прежде всего условия и минимизировать минимизировать финансово чтобы доступно было людям купить абонемент чтобы он был минимально понимать и суток на свет появляются общественные инициативы которые помогают решать на вот почему мы открываем клуб детского плавания именно на речку самое простое у нас нет инфраструктуры нет бассейна где ребенок может приходить и плавать и второе то что чтобы купить абонемент не у всех есть финансы чтобы купить например начнем с переселенцам которые не могут себе позволить не могут позволить себе ходить заниматься спортом а вы знаете здоровье мы с вами говорим это прежде всего особенно дети это наше будущее поэтому мы открываем зимой клубы плавания в бассейнах арендуем там дорожку и дети ходятся занимаются там минимальное количество детей там проходит около 15 деток которые 10 занятий они уже но научились плавать и потом мы также набираем другие группы летом около месяца мы открывали в житомире клуб детячего плавания и запорожье мы только первый раз в этом году открывали зимний 2015 год летние мы не смогли открыть не было возможности и времени и и детки и там учатся плавать зимой у нас в бассейнах вот так или иначе мы коснемся финансовой стороны вопроса об этом буквально до через пару минут а сейчас просто вот знаете вот из разряда философии я каждый раз вот когда слышу люди говорят о том что да мы делаем это да мы проводим такие мероприятия мы собираем людей мы пытаемся их объединить меня всегда возникает да вот где-то на уровне подсознания возникает вопрос вам то зачем это нужно вы знаете когда мой муж занимался спортом мы приняли решение заниматься социальной деятельностью тогда только это входило в моду мы были с первых людей с первых истоков которые начинали да мы благодаря своей социальной деятельности популяризируем себя и знаете другой человек смотрит ему тоже хочется этим заниматься это и дает вдохновение безусловно на клуб детского плавания мы выиграли международный грант так вид роджиня потому что тренера которые занимают детей им нужна зарплата и это нормально администрация которая администрирует клуб детячего плавания ему нужна зарплата охрана которая там охраняет этот объект ему тоже нужна зарплата купить все принадлежности ограждения купить дорожки купить буйки полностью оборудование клуба клуба дитячих плавания это также затраты на самом деле вот как то есть вот то видимая часть да когда дети пришли дети прыгнули в бассейн да и тренер начал им рассказывать как все правильно делать это только вода это вывеска а вот здесь вот сзади остается масса да да масса внутренних знаете как внутренних проблем вы вспомнили о грантах насколько сложно сегодня в украине получить грант на той или иной мероприятий что для этого нужно сделать и почему с вашей точки зрения вот на данный момент само понятие грант привело несколько негативный оттенок да появились там такое понятие гранта еды сидящие на грантах но звучит некрасиво давайте вот папой по порядку поговорим на эту тему виталечка ну знаете гранта еды были будут это неизбежно это надо принять эту ситуацию ну гранты можно выиграть если у вас есть проект вот ес например сейчас он дает 200 тысяч так вот и на помощь переселенцам а какую помощь это на развитие бизнеса если прописывается хорошая идея по развитию бизнеса и у этого человека будут люди которые будут работать больше четырех человек у него есть вариант выиграть этот грант нужно поработать что касается социальных программ безусловно нужно уметь прописать правильно грант это колоссальная работа я преподаю у меня есть занятие которые веду по поводу как правильно прописываться грант вот нужно заявка на получение заявка на получение да там есть пункты есть анкета которую должны запомнить запомнить правильно плюс прописать цель задачи этого проекта прописать все четко до мелочайших подробностей даже например ту же резетку включить тогда они будут рассматривать это все четко будут переписки будут общения потому что это серьезно грант так и всегда помнить что за каждый рубль вы должны отчитаться и это в ноги грант и не воспринимают на уровне подсознания потому что бухгалтер должен если вы не читайте за международный грант любой грант пусть это будет украина дает город или это европейская компания то у вас ставит черный список и вы уже не сможете работать ни с одной компанией если взять вот по количеству выделяемых грантов попроцентно разделить да какое количество из них идет допустим на образовательные программы на спортивные программы на реализацию какие-то ну отбросим сейчас сторону да политические и некие связанные там защитой слова свободы слова и так далее вот если взять здесь попроцентно скажем где наибольшие шансы победить таких грант в каком направлении и где скажем так ну самый самый большой спрос я понимаю что вы хотите мне спросить значит хорошо очень экологический проект они очень хорошо к этому относятся вот и здоровья нации это тоже очень хорошие проекты которые навсегда на них можно выиграть международный грант даже наш грант вот главное правильно поработать над документацией и естественно если у вас будет самый лучший проект самый колоссальный он будет нужен будет не только украину всему миру то поверьте вот как есть они все там по тупой просматривают так поэтому тут нужно будет побороться потому что очень много интересных и креативных людей в нашей стране и каждый свою идею хочет лоббирует и хочет достичь определенной цели это как и социальная составляющая также как пиар составляющая также вы вы сказали в фразу лоббисты я просто тоже у себя пометил да это ваше вам принадлежит это выражение лоббисты инициатив кто это такие о ком идет разговор я могу вам сказать это люди которые имеют свое мнение и умеет правильно лоббировать свои интересы в наше общество донести нашему обществу что именно вы лучший именно ваш проект лучший пролоббировать его правильно найти мостик мостик государственной структуры это непросто потому что я очень давно занимаюсь лоббирование своих своих социальных проектов и я знаю как сложно найти лоббирование да есть проекты которые просто объединять любую политическую силу это проекты здоровья так клуб детского плавания на было все равно кто его финансирует любая партия я считаю любая она обязана помогать детям то есть есть какие-то все она меняющие объединяющие проекты и существует поэтому вы знаете может быть нашей стране тоже будут как-то мир да потому что дети они дают улыбка ребенка мне кажется для каждого ребенка для каждого человека она решает многое в жизни ребенок улыбается значит мы идем на правильном пути а есть проекты оздоровительные экологические которые действительно объединяет не только политиков но любого человека любой профессии я помню проект день чемпиона это самая массовая зарядка которая первая 2012 год я лично вела этот проект курировала где собрался больше 15 тысяч у нас не хватило бэйджов ну немножко я добавила креатива гламура это плазма где каждый мог себя увидеть и у нас была есть компания такая ростгрупп где они сделали международную платформу и мы могли общаться с европой просто стоят стоя стоя после зарядки на сцене это тоже дает каждый мог человек который участвует зарядки пообщаться включался телевизор и они общались друг другом задавали журналисты европейские вопросы это было вообще первое в украине и там было больше 15 тысяч и я хочу сказать объединила возраст людей груднички были в колясках 75 лет человек они все пришли просто заняться спортом на красивую оболонскую набережную ведь у нас украина она шикарно это красивая страна богатая страна богатая страна красотой женщин богатая страна землей природой я объездила весь мир и я знаю что украине это самая лучшая природа ну за ней надо научиться ухаживать и надо просто любить украину с этим реальный проблем да и много раз предлагали моему мужу уехать и контракты европейской это был на приеме принца монако много летали но он сказал я так люблю свою страну я отсюда никуда не поеду мы будем здесь ну я приняла его ситуацию и точно также полюбила украину как мой муж поэтому я за хорошие дела за добрые дела я за инициативу я за лоббирование своих проектов и не только за их что люди должны научиться лоббизм это не страшно это просто находить надо контакт человек очень много слов последнее время получила вот отрицательную окраску но это реалий сегодняшнего дня вы знаете это американское слово может быть это все пошло с америки лоббизм там в этом ничего нет страшного просто украина то по словам воспринимает америке это нормально я еще хотела спросить вот такой вот вопрос ну я скажем у меня есть своя версия ответа на него на просто очень хочется услышать его от вас вода война на востоке вот она помимо горя и помимо бед она внесла в нашу жизнь такое понятие как волонтерское движение вот в полном понимании этого слова все увидите феномен этого события но феномена войне вообще не вижу нет я имею виду волонтерского волонтерское движение вы знаете сначала вот внезапно появились люди которые выступили с инициативами от которых многие и буквально вчера вот ничего подобного не ждали не ожидали страна откликнулась знаете это хорошо что есть волонтерское движение только волонтерском движении есть и нехорошее движение люди которые используют имидж волонтерства и этому способствует и нехорошие вещи то что волонтерство это просто прекрасно что есть в нашу В Украине люди, которые ответственны и понимают, что они могут помочь. Ведь мы часто кричим патриотизм. Не надо кричать, что ты патриот. Ты возьми и делай. Патриотизм это не хождение в вышиванке. Это смешно. Хождение в вышиванке это не патриотизм. Это ты просто популяризируешь вышиванку, красивую одежду. Или делаешь то, что модно на данный момент. Это модно заниматься популизмом. А патриотизм у каждого человека есть. Он проявляет свою работу, его отношение к людям. Не в фейсбуке, в соцсети. Я популя, я такой, я патриотизм. Нет. У меня бабушка утром убирает, я выхожу с подъезда, она убирает, моет, она делает свое дело. Если каждый человек займется своей работой, вот и есть патриотизм нашей страны. Чтобы каждый занимался учительницей, она учила детей, отдавалась полностью всей душе и сердце. Несмотря на мизерную зарплату. Сколько таких людей? Их очень много. Они и есть патриоты. А ведь им нет времени бить себя в грудь, кричать, я патриот. Им нет времени. Потому что она знает, что завтра придет Саша Петя, и она должна ему преподать, научить, что нужно делать завтра, послезавтра. Алфавит, все необходимости. Знаете, те, которые нужно вносить ребенку душой и сердцем, преподавать профессионально. К разговору об алфавите и о детях. Насколько я знаю, одна из ваших инициатив касалась детей с ограниченными физическими возможностями. Давайте более подробно об этом расскажем. Тем более я знаю, что это действительно едва ли не первый случай в Украине, когда был осуществлен такой проект. Вечу ты книгу. Да, в этом году ровно пять лет, как я организовала проект Вечу ты книгу. Проект, в котором мы объездили два года назад восемь интернатов. Каждый интернат, например, во Львове Львенок, он получил от нас аппаратуру и аудиокниги, где в кассы вкачивались голоса известных людей. Да, ведь аудиокниги это не то, что было скачано из интернета, это специально подготовлено. Это живые голоса популярных людей. Владимир Горянский, прекрасный актер, мой друг, он читает стихотворение. Представляете, его ребенок не видит, но он слышит голос народного артиста Украины, это же приятно. Ольга Сумская, вы же знаем, это талантливая актриса. Римма Джубина, которая курировала, исправляла ошибки, я знаю, что в Силанте в нем участвовал. Оксана Байрак, режиссер, это люди, которые, вот они и есть патриоты нашей страны. Потому что они делают это бескорыстно. Они просто это делают, потому что это интересно детям. Но если читали стихотворение Лины Костенко, она с удовольствием поддержала этот проект. Поддержал этот проект и ООН, он лично с нами участвовал. На тот момент была Юкия, она возглавляла ООН в Украине. Спасибо ей большое за доверие. Она с нами еще в интернат поехала. Детям мы вместе дарили и аудиоплевера, и аппаратуру. Она очень хорошо поддержала, и первый раз меня наградили дипломом от ООН. Это такое, знаете, не знаю, очень благодарно, потому что они весь этот проект прочувствовали душой. У нас был большой фестиваль, где участвовали дети, слабовидящие дети. Они играли на инструментах. Тогда даже друзья наши, которые не захотели афишировать свои имена, каждому ребенку дали конверт денег. И кто-то с них купил себе инструмент, это был интернат номер один. Тогда они были, благодарили нас очень, директриса. Она не взяла в руки конверты, сказала все раздать детям. Вот я понимаю, это и есть патриотизм. И в этом году уже я очень благодарна Лешку Олегу Валерьевичу. Он профинансировал, он купил аудиоплевера, 281-ю школу. Он прочитал сказку украинскую, самую первую, на украинском мове Корилла Кожумяка. И он ее прочитал так, что он записал сразу с первого раза. Поэтому, знаете, он не хуже Дед Панасов. Он очень красивую прочитал. Спасибо большое. Он без слов помог этим детям. В 19-м мы планируем их презентовать. Спасибо большое парламентскому каналу. Он первый протянул руку. Говорит, как же, мы сделаем ролик. Это Владимир Иванович Лех. Говорит, мы должны это сделать. Должны помогать. Ну, знаете, ролик шоу. Но руку помощи от депутата мы так и не дождались. Единственный депутат, это Лешко Олег Валерьевич. Вот я теперь верю, что его слова подкрепляются действием. Я женщина. Я женщина. Я верю. Знаете, я не верю в слова мужские. Я верю только в поступки. Ну, тогда я не могу удержаться. Для меня очень важно. Да, ну, смотрите. Вот вы сами затронули политическую тему. Давайте, давайте. Невольно у многих создается такое ощущение, что в свете последних событий, в свете приближающейся зимы страну качают. Страну качают. И мы же имеем накануне чего-то крайне нехорошего, если где-то там наверху не смогут договориться. Есть у вас такое предчувствие? Ну, ее давно уже качают. В последнее время все сильнее и сильнее. Ну, выборы, наверное, на грани выборов будем. Знаете, много людей, которые занимают, можно сказать, место народного депутата, необразованных, которые не могут, они экономику страны, не занимаются своим профессиональной деятельностью, как народным депутатам. Они должны заниматься, да, народные депутаты, непосредственно обогащать нашу страну, и мы доверяем им жизнь этим народным депутатам, мы им верим, мы их избирали. Вот, поэтому, может быть, и нужно сделать перевыбор для того, чтобы люди-профессионалы остались на своем месте, потому что многие зашли на Майдане, мы понимаем, на волне Майдана, да, и занимают чужое место, будем так говорить. Поэтому, я думаю, может быть, раскачка идет на выборы ближе к осени. А, в принципе, я не готова судить государственный вопрос, потому что я не вникаю особо глубоко. Ну, вот вы вспомнили о том, что никто из депутатов, да, не откликнулся на эту инициативу. А вообще, да, допустим, насколько серьезно, с вашей точки зрения, на данный момент тот же кабинет министров, да, та же Верховная Рада, та же администрация президента относится к вопросам детей с ограниченными физическими возможностями в стране, да, к вопросам организации спортивного досуга и строительства тех же самых спортплощадок и так далее. То есть, то, чем занимаетесь вы, но на самом деле, ведь это функции государства. Ну, мой муж, как народный депутат, лоббирует, безусловно, и также радикальная партия лидера Олега Валерьевича, Ляшка, они лоббируют, чтобы в нашей стране возрождение инфраструктуры. Это нормально. Комплексы строят, бассейны, спортивные залы, гимнастические залы, боксерские залы, то, чего нет, то, что должно быть. Это нормально, потому что у нас все залы старые, они еще построены в СССР. Почему возник проект «Хелп Спорт»? Он возник не у меня, он возник у Силантьева Дениса Олеговича. Потому что плавать детям негде, заниматься боксом негде, сколько всего разрушенного, ведь его же надо когда-то восстанавливать. Вот и возник такой вопрос, возник возрождение проекта «Хелп Спорт». Я и курировала этот проект. Я работала с Аней Бессоновой, я работала, естественно, с многими спортсменами, с Леной Костевич, наша девочка стрельчиха, она дважды олимпийская чемпионка, я с ней дружу, поддерживаю отношения, которые понаходили все сами разрушенные здания, я уже не говорю, что муж понаходил эти все бассейны разрушенные, мы сделали там фотосессию, чтобы как-то поднять этот вопрос, чтобы обратить внимание не только народных депутатов Верховной Рады и президента, и общество поднять, шум сделать. И мы эту выставку сделали Верховной Раде, перед этим сделали, в пример, Паласи. Дело как-то кружится. То есть процесс пошел? Процесс минимальный пошел, вы знаете, очень сложно пробивать дверь, но если биться, биться, дверь откроется, Недаром же говорить, стучи в дверь, она откроется, но будем стучать в дверь, чтобы она... То есть используя свое семейное положение, вы... Ими селантьевыми, да, и работают, ими селантьевыми, ну что делать? Как в свое время говорил Ильдар Рязанов, говорит, а, собственно, отвечая на вопрос, да, почему в каждом фильме вы снимаетесь самого себя, он говорит, ну так служебное положение для того и существует, чтобы им пользоваться. Ну, есть такое, да. Ну, знаете, в принципе, в принципе, в общем-то, это как раз один из немногих случаев, когда им бы стоило воспользоваться. Вы знаете, вот Help Sport, мы сделали такую интересную акцию, где каждый, любой человек мог высылать фотографию, разрушенной в своем городе. Ну, это был переполненный сайт, больше двух тысяч за месяц. Это достаточно много. Мы сделали фильм, который также показали министру, Жданому нашу, да, который возглавляет министерство. Вот, и, не знаю, посмотрим, показали фильм, будем смотреть. Это очень... Ну, бюджет, бюджет, вот он, вот он, вот он принимается. Ну, бюджет уже, я думаю, что... По вашим данным, скажем так, по инсайдерской информации из Верховной Рады, эти вопросы заложены в бюджет? Я не могу вам на этот вопрос возить. Ну, по крайней мере, в проекте, да. Ну, это есть желание, но как уже там решат народные депутаты Верховной Рады, я не могу за них вам ответить. Будет вкладываться бюджет или нет, но я знаю, что радикальная партия всегда борется за все. Окей, вот судя по телеящику, наших людей больше всего интересуют, да, драки в парламенте, да, какие-то разборки между депутатами, какие-то, скажем так, слухи, сплетни, скандалы и где-то вот, да, еще по старой советской традиции, на последнем месте вопросы спорта, да, и прогноз погоды. А на самом деле, насколько граждан страны вот эти темы интересуют обычные бытовые темы? То есть общественная жизнь, общественные инициативы и общественные, скажем так, организации. Вы знаете, благодаря, может быть, волонтерам, общественным деятелям, многое в стране и переворачивается, и работа идет. Так. Поэтому, знаете, драки, это когда у людей нету нечего сказать, они дерутся. Люди, которые умеют разговаривать, находить компромиссы, они работают. Просто некогда. Им некогда этим заниматься. Я считаю, что это глупое. И мужская сила не в кулаках, поверьте мне, как женщине. Мужская сила здесь. И в его работе. Поэтому мне драки не симпатичны. Что из тех проектов, которые еще в данный момент в разработке или которые уже находятся в стадии реализации? Сейчас работаем с переселенцами усиленно. Знаем, что их уже навели с ними хорошую коммуникацию, больше 5000. Сейчас мы прописали проект, больше 5000. Это под Киевом или по всей стране? Это в Украине. Больше 5000. Сейчас те, которые были в Киеве, их начали очень глобально переселять в села. Мы нашли такое место, где не был ни один человек, где люди выживают сами. Они делают елки, они делают шапочки, они делают перчатки новогодние своими руками. Мы выкупили эти сейчас со своей коллегой Вороновой Леной Владимировны. Выкупили у них елочки, выкупили у них перчатки. То есть обеспечили рынок сбыта? Обеспечили. Но не только мы. Мы сейчас между своими стараемся продать это все. Мы рекомендуем этих людей, чтобы была хоть минимальная помощь. Они не сдаются, они работают. Вот это люди патриоты, вот это сила. Вот я таких людей очень уважаю, которые умеют работать, умеют думать. Понимаете? Это очень важно. Много проще, конечно, пойти на ЖД вокзал. И попросить. Или прийти дальние. И стать на входе и сказать, что, признаюсь честно, 2 гривны нужно на водку, как вокзальные бомжи говорят. Ну, что же делать? Есть разные люди, да? А я смотрю на людей, которые хотят жить, хотят изменить страну, хотят работать. Я сама отношусь к таким людям, мне очень хочется многое изменить в нашей стране. Очень многое хочется изменить. Да, просто хочется, времени 5 минут ровно остается. На 19 число планирую я, моя коллега Олег Валерьевич Лешко ехать в школу 281-го. Это инклюзивная школа, где есть детки слабовидящие, классы слабовидящих детей. Это очень интересная школа. Там получается социум. Детки здоровые, уйтись с детками, которые нездоровые, с ограниченными потребностями. И там будет большой-большой праздник. Они будут получать плеера и слушать интересные сказки. Если им сказка надоест, они укачают литературу русскую, украинскую, информатику, они будут пользоваться этими аудиоплеерами. У нас вообще сейчас очень много планов на развитие и работу со слабовидящими детками. Ну, что мне рассказывать о планах? Лучше вам прийти и рассказать о результате. Я всегда люблю говорить о результате, когда результат есть. Понимаете, мы много чего планируем в жизни, но самое важное – достичь цели. Это достичь результата. Вы вспомнили о том, что в школе учатся в одном и том же классе разные дети. С вашей точки зрения, это плюс или минус? Я немножко, возможно, вас подправлю. Они не в одном классе учатся. Ну, в одной школе учатся. Да, в одной школе, но тем не менее, они все равно на переменках общаются. То есть они… Безусловно, они себя чувствуют здоровыми детьми, у них есть стимул побегать в тот же футбол, который нельзя. Но если он видит 10%, всего лишь видит на 90%, все равно его примут детки, которые с ним растут, потому что они сверстненькие. Они находят коммуникацию. То есть вот на этом маленьком уровне они уже научатся понимать друг друга. У них есть своя жизнь. Они понимают друг друга. И я думаю, что они находят общие интересы. А это очень важно для ребенка. Не нужно к нему относиться как к больному. Он такой же гражданин Украины, как и мы. Просто ему лучшее… Это тоже большое дело. Большое дело. И это делают наши простые учителя, простые директора. Там прекрасный директор, которая завела нас в классы. Значит, там из класса слабовидчивых деток, вот в первоклассниках недавно посвящали, по 15 деток в классе. Учителя специально обученные, чтобы с ними заниматься. Потому что мы же знаем, учителя обычных детей, они отличаются от учителей, которые занимаются с детками особыми потребностями. Поэтому я считаю, таких побольше школ нужно. И надо нам адаптироваться. Наше общество должно быть современным. И, знаете, прекратить попрошайничество. Это самое страшное. Учиться жить правильно. Вот как эти дети. Да, слабовидящие? Ведь они же прекрасно лепят. У них хорошее ощущение. Они немножко по-другому чувствуют. У них даже по-другому логика. Мы когда снимали ролик, видеоролик, у нас было такое длинное общение. И девочка была с отклонением. У нее болезнь. Да, у нас, да? И она мне начала деньги давать. Говорит, я тебя так люблю. Возьми. Я говорю, зайчик, спасибо, не нужно. Она мне дает эти деньги. Ей нельзя их возвращать. Это ее обижает. Поэтому моя помощница взяла. Говорит, я нашла. Смотри, Настенька, я нашла эти деньги. И она их сама приняла. Понимаете, есть дети, у которых есть мама, есть дети, у которых нет. Но нужно тонко к этому ребенку отнестись, потому что его может обидеть, что ты возвращаешь, ты как бы не принимаешь. И вот представьте себе, у нас есть такие профессиональные учителя, которые работают с этими детками, находят компромисс, находят коммуникации. Поэтому я считаю, что это очень здорово, что у нас в стране есть такие профессионалы. Инна, минута осталась. Вот так много сегодня сказали о хороших людях. Плохие есть, Виталий. Вы хотите спросить за плохих? Каких людей вы считаете плохими? Какое самое, скажем, мерзкое качество в человеке? Лицемерие. Для меня лицемерие. Когда я читаю этого человека как книгу и вижу, что он обманывает, я принимаю его обман. Но я уже знаю, у меня картинка сложилась. Я готова с этим человеком бороться стратегически. Потому что не все, знаете, люди ко мне относятся хорошо. Каждый борется за свое место под солнцем. Я очень чувствую таких людей. Я знаю, много людей ходят даже на курсы. НЛП мы знаем, да? Есть такие курсы. Я даже вижу, какой человек прошел эти курсы. И я принимаю его игру. Принимаю. Потому что я знаю, что чем ты ближе подпускаешь человека, который борется с тобой, тем легче тебе стратегически побороть этого человека. Это раньше называлось просто люди, которые носят маски. Но у нас таких людей много в масках. У нас много кривых зеркал. Я хочу, чтобы в нашей стране было прозрачных зеркал, не кривых зеркал. И я все равно считаю, что в Украине 70% добрых людей, грамотных людей. Я вот еще хотела бы поздравить своего брата. У меня доцент кафедры хирург-травматолог, который ювелирно делает операции. И он много изобрел интересных вещей своего брата Евгения. Потому что он вчера защитил эту диссертацию. И он не теоретик, он практик с 24 лет. Вот это гордость. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Единственное, я могу сказать, что приятно общаться с человеком, у которого все или почти все хорошо. Все, наше время стекло. Это была Инна Силантьева, социально-политический эксперт. Прямой эфир на канале «Обозреватель» для телеканала «Тонис» продолжается. В общем, я, кто кажется, залышайтесь с нами, дали буду. Пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое вам, Виталию, «Обозревателю». Субтитры подогнал «Симон» «Обозреватель»